Всем привет! С вами снова Аня Контария, и мы учимся отличать знаки судьбы от таргетированной рекламы. Многие из нас были в ситуации, когда ты просто зашел на сайт, а потом реклама этого бренда повылезала из всех возможных мест. Это постарались мои коллеги и наставили пиксели и ретаргетингов. Отдельно скажу, что это не всегда законно и точно не всегда этично, потому что собирать данные можно только в том случае, если пользователь соглашается с политикой обработки данных. Ищите ее в подвалах-сайтах, которые посещаете. Так что же такое этот загадочный пиксель? Для начала, чтобы найти его в кабинете, мы заходим в панель слева. Все инструменты и выбираем Events Manager. Пиксель — это код, который собирает информацию о пользователях сайта и отслеживает их действия. Код формируется в рекламном кабинете социальной сети, поэтому у каждой сети будет свой пиксель. Интересный факт. Пикселем этот код называется, потому что одна из его частей — картинка размером в один пиксель, загружающаяся на страницах сайта. Чтобы создать пиксель, нужно нажать на кнопку «Добавить новый источник» и выбрать пункт «Пиксель Facebook». Сюда пишем URL и придумаем название. Я не буду ставить пиксель для фонда хрупки и просто покажу, как сделать это на примере одного из своих черновых проектов в связке с сайтом на Тильда. А потом удалю. Это самый простой и понятный способ. Тильду не рекламирую, просто было под рукой. Если вы используете другую платформу, следуйте рекомендациям на странице Events Manager. Мы создали пиксель и теперь видим его ID. А ноты нам и нужны. Теперь идем в кабинет на Тильда, открываем настройки сайта, аналитика и ищем пункт Facebook Pixel. Теперь идем на Facebook и копируем ID. Вставляем его в форму интеграции на Тильда и переопубликуем все страницы. Также пиксель можно вставить кодом для всего сайта или отдельной страницы. Для получения кода нажмите на кнопку «Посмотреть инструкцию по установке». Появится окно, в нем нужно выбрать способ самостоятельно установить и код пикселя вручную. Это и есть тот самый метод по установке на сайты, разработанные на платформах без возможности интеграции. Дальше код нам надо вставить в хед сайта, где бы он у вас ни был, и все опубликовать. В целом пиксель у нас уже работает. Чтобы это проверить, перейдите в раздел Events Manager. В правой части от названия пикселя должен гореть зеленый кружок. Также есть такая функция, как событие. Но оно нужно в случае продаж или если есть аудитория сайта более 20 тысяч человек. И то не всегда. Настроенное событие, например, клик по кнопке или покупка, отправляет данные только тех пользователей, которые его совершили. Например, добавили товар в корзину, но не оплатили. Ему мы отправляем на него рекламу с промокодом 10% скидки, доводя до продажи. Но это сложные связки, которым вам, возможно, захочется обучиться позже. Пиксели могут помочь нам, но тут важно вдумчиво и аккуратно доводить пользователя рекламой, так как избыток присутствия — это не всегда хорошо, а чаще имеет именно обратный эффект. С вами была Аня Контария, и совсем скоро вы узнаете, как сделать самый роскошный и понятный отчет, не выходя из бизнес-менеджера Facebook. Субтитры создавал DimaTorzok